приветствую вас дома господа сразу замечу что все записывается будет выставлено в эфир поэтому если кто-то возражает может откосить нет возражающих хорошо значит а давайте наверно начнем с кого мы начнем сегодня начнем с вопросов вопросы о практике ну допустим задавайте опросы как если вас какие то есть берите микрофончик у нас если пишется а я буду отвечать на вопросы потом я может быть вам задам вопрос по поводу практики неважно как как в каком в каком аспекте не важно принципиально ли в какое время все-таки заниматься по продолжительности и влияет ли ты на результат или позанимался хоть сколько-нибудь и будет но в принципе как бы девиз он всегда остается в йоге как создать для социализма с утра выпил и день свободен но принципе должно быть так то есть позаймался с утра до подошли жизнь потом мешает хотя у меня более случаи кача допустим ну он сам себя режиссер может заниматься там два часа дня но каждый раз ну каждый день смысле да но бывает так что очерк посменно работа там утро вечер утра вино и как говорят безобразно но однообразно можно так вот совсем рванно можно и так в общем то просто все дело то что организм заранее настраивается вот значит да и эффект ну ну не знаю может быть на какой-то процент больше но но и существенно главное качество практики систематичность а уж как будет какой-то степени влияет но небольшой небольшой но что касаемо нам целеполагания тут я уж не знаю у каждого каждый приходится со своим у кого-то здоровье у кого-то все вместе не так все не так ребята колосовского да вот но в общем то самое главное систематичность на самом деле это вот и качество практики то есть я занимаюсь допустим но вот я знаю про себя да что вот я сегодня сделал все что мог как можно лучше то что получилось вопрос другой может получиться немножко хуже всем давление другое вчера было одно там влажность другая до масса факторов физических там любых организм цикличен да сам вот поэтому ну вот я сделал все что мог по качеству и все не больше ничего не надо это такая цель ну скажем ежедневная практическая цель астрадите стратегическая цель и когда вы будете практиковать и постепенно вы когда приходим приходите в себя как вот знаете есть такие вот игрушки мягкие взял ее снял покупку подводят потом отпустил она разорачиваться драма деформация уходят уходит опа и она потом смотришь вот красивая игрушка как была когда-то да то есть пока вы не жали тогда чека жизнь сжимает деформирует плющит когда займается его постепенно он расправляется расправляется как-то так примерно не за что марта расскажите про себя один вы были что вы делали сейчас будет увлекательная история да ухты на ну кто не знает я новичок и у меня следующее произошло у меня была очень редкая практика ну то есть течение недели я делала там ну не знаю два три и не знаю почему но мне казалось что у меня есть какие-то сюда причины оказалось что я просто не хочу скорее всего то есть я себя очень стала сильно заставлять да и потом сделала перерыв там потом нога заболела что-то там температура в общем и какой перерыв получился по величине недели две две недели серьезно да но заставляем можно прибить массу народу вот но но у меня же есть брат который который я бы сказал что можете пристально посмотреть значит он не вправил мозг не без вашего участия значит и смотрите что случилось я ну поставила себе цель что я буду делать практику каждый день вне зависимости от ситуации да значит это круто значит первая практика после перерыва это было что-то нечто я сразу там писать артема начала со мной что-то происходило необычное значит сама практика была знаете как полет все шло ну значит все все было прекрасно у меня получалось расслабляться у меня какие-то были необычные запахи я не знаю что произошло на то есть как какой-то взрыв мне пахло булочками сладкими в перерывах ну то есть я но я поняла какими прерывы нужно по времени делать ну в общем что-то необыкновенно после этой практики я там летала на крыльях счастья и а дальше то что было вот слушайте да значит каждый день я у меня не было так так каждый день то есть но но у меня пришел автоматизм по расслаблению лица но то есть стало проще его расслаблять я поняла в какой момент нужно отпускать глаза что происходит там с горлом с губами и так далее волшебно филы юги это про и сегодня 3 кейч я вот артем артем уже сказал я сегодня ехала на йогу как на праздник то есть я далеко живу для меня но было очень тяжело встать с утра поехать а сегодня ехал как как на праздник очень не знаю что это но пока вот пять дней уже практики вот и как фильм этом помню шурика профессор дуб профессор экзамен для меня всегда праздник у меня есть вопрос по поводу времени все-таки у меня времени какого время занятия до смотрите в конце практики у меня есть ощущение что время пришло нужно закончить то я пить хочу то я ей захотела то я просто чувствую что все мне количество сам достаточно вот это что за такое за чувство насколько время примерно проходит до этого момент час сейчас но может быть час знаете наверно я бы наверно сказал так что скромное начало никогда не таит в себе опасности да поэтому я бы на вашем месте наверное вот бы есть какой-то признак и хватит начинаем выжиться в шивасану и потом пока что так энтузиан не нужен еще поделюсь я научилась расслабляться в асана где прям был четко очень напряжение есть это не отлетворное влияние обратно знать я как будто бы научилась отпускать ну вот ну боль наверное это можно сказать ну некое неприятное ощущение и я на него стала ну скажем его игнорировать начала и у меня это получается то есть я вас и не стою в той которая не стояла 15 секунд на минуту связано ли это с моим желанием погрузиться в йорку качественно либо пришло время вот какой перерыв ну давайте посмотрим что вы дальше мы что-то успели накопить ну и тело что-то видимо было вам благодарно да и как-то среагировала давайте посмотрим что будет дальше потому что меня всегда несколько подозрительно ну когда успех какой-то такой быстрый и моментальный и массивный я поделюсь давайте мы не будем обольщаться на пацаны как подальше это хорошо опыт интересный артем ваши вопросы или ваши ответы да у меня есть один короткий вопрос у меня сейчас видимо такой этап когда я тоже перестал контролировать время вот время асан выдержки но положили контроль короче да 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 ну то есть это еще это месяц назад не произошло но пашу советую я 1 месяц замеры делаю раньше там отдельно асан замерял вот а сейчас решил окей не буду отдельно посмотрю сколько там выходит в среднем сейчас получается где то опять таки в среднем потому что я не делал отдельных замеров по 4 минуты асана 4 минуты пауза то есть 8 минут да вот возьмем треугольник получается я понял треугольник занимает 15 минут мой вопрос а время у меня ограничено как правило да и мой вопрос то здесь начинать включать контроль уже по ограничению выдержки или нет потому что у меня баланс либо я сделаю там всего три-четыре отдельно асана за свой час либо все-таки больше давайте значит скажем вот так попытаюсь вам ответить на данный момент времени у вас физика особых проблем нет ну так правильно в определенных пределах нормальных пределах в общем и то есть вы ходите бегаете здесь могу да не шатаетесь все нормально поэтому наверное оба стеки больше время уделил вот именно пускай будет меньше асан но и больше паузы где вы можете отъезжать и больше время выдержки пока наверно останьтесь в этих рамках временных не напрягаться сейчас контролем да если допустим делали там у вас там все там ну не знаю там двенадцать асан вы все сделали 6 завтра делайте другие шесть пока наверное это важно и давайте неделю посмотрим общее самочувствие как вообще отлично на самом деле по нарастающая неделя была более дисциплинированной все всего один пропуск вот и очень здорово вот идеи но хорошо тогда реагируете на свинцово мерзости проклята русской жизни вообще все все в порядке в основном вариантов да да единственно знаете вопрос такой вот находишься какой-то достать ну какой-то простой асане да там я не беру силовые 4 ранги и все такое простое что нибудь ну типа там но тоже треугольник становится проще для меня сейчас особенно когда перестал делать максимальную амплитуду и вот через три минуты я ощущение еще нет но мне скучнеет вот что с этим где ну то есть просто да я могу дальше находиться с точки зрения ощущений но как бы уже скучно я такой выхожу смотрю ноги и там три минуты что плохое слово ну вот ну как бы не то что скучно вопрос у меня нужно ли дальше да то есть или можно ли дальше я думаю что когда появляется на заканчивать него такой признак физический признак эмоциональный ментальный но вот я вам скажу тоже 4 допустим да в ней не скучно нет но просто бывает у всех 1 кто-то у кого-то человек начать трясти если мышцы на более меня слабая да а у кого-то просто человек ничего при этом если чувство начинает я чувствую в лице начинает появляться жар не важно по какому признаку еще появляется тоска но надо выйти туда вот тоска и вопрос а что что дальше с другой стороны я же помню вы же рассказывали про 15-минутные выдержки то есть вот может она туда сейчас наверно так то стало скучно выходить ну да слово плохое но пока так хорошо пока мы с этим разберемся спасибо нина есть какие-то вопросы или они на меня зовут вопрос по отстройки практики вот мне хочется допустим наклон прогиб скрутка но чтобы это все было но мне хочется обязательно чтобы мне было все таки трудновато иначе я вообще не могу расслабиться ну и мне хочется чтобы были асаны там частично стоячие и частично вот обязательно на растяжение вот тут вот вот в прогибах но они мне как-то не так совсем легко вот от этого я расслабился но я вам скажу вот что наверно отстройка практики какая то что у вас получается легко не пускай пока вы не спешите то что у вас получается легко оно не так важно а вот важно то что не получается или по сложности или по времени для вас я думаю большую ценность имеют стоячие асаны физические асаны с элементом напряжения физического это стоячие асаны асаны для пресса асаны для рук вот для вас это имеет больше на прошу гибкость у вас вот так и хорошо получается это приятно когда хорошо получить получается но просто сколько лет это поэт у вас уже есть значит да и поэтому на вашем месте бы сделал так вот допустим три дня я бы делал пару дней стоячие асаны чистую физику один день другом вот на растяжку расслабления вот два дня так и потом чередовать два дня таких день растяжка расслабления гибкость два дня так для вас это более существенно наверно так спасибо не даст второй раз я сюда приехал естественно такой новичок на на которого нету еще ничего вы против успели начался начал до познания с вашей книги написано понятно написано очень хорошо да безусловно и стилистически да нашел про чуть-чуть кто-то вам там орфография но это можно подправлять я человек я человек въедливый все замечали в этом смысле это все ерунда кстати да это ерунда сегодня просто начинайте посмотрим да надо просто начали обратно сюда а так йогу нидра я его как делал там только я делаю 15 месяцев так и делать по полчаса в день да это это идиот да это хорошо да хорошо спасибо передавать как практика шла в далекой стране почему за в отпуске даже учитывая то что там у меня достаточно динамичная жизнь а легче заниматься я не знаю чем но даже не в этом дело но как-то больше расслабляюсь что ли этого не в москве нет забора да вот но времени не было его три раза где-то выкрыла для йоги вот но я же еще скоро будет месяц как я занялась растяжкой дополнительно и там такое неприятное открытие мне было что с правой стороны у меня ну в общем перекос стильный то есть в одну сторону я тянусь легко в другую там чуть пошевелишь и уже все не так вот и сейчас заметила выровнялось все более меня ну лучше выравнивается выравнивается да и двигается естественно как-то как-то стало не знаю слова какой подобрать не легче более удобно удобно да вот и йога хорошо пошла вот я на этой неделе я все никак не адаптируюсь к массе обратно я еще пирамидах мысленно и никак не получается у меня практику делать так как надо вот ну там минут сорок я там уделяю иногда час ну в общем все хорошо принципе а еще я заметила я вот не совсем понимаю вопрос регулярности как бы это понятно но также я заметила что если заниматься а потом делать паузу а потом ну и когда снимаешься снова то как будто более проще идет смотрите значит профессиональные спортсмены олимпиада прочие вещи они тренируются безумно но перед выступлением они бросают тренировки на день на два на три и тогда рывок вода но я не знаю можно использовать этот принцип здесь насколько направо просто если это паузы сумме получается больше чем с занятия тут вопросами виду что вот я занялась тоже руками гибкость рук у меня вообще ужасно и там не было никогда и когда я приехала то есть получается меня перерыв был в неделю и я заметила что они в два раза лучше стали гонс очень это право что же делали до того с руками что их стали два раза хуже значит я думаю что наверное нужно тут очень такой интересный момент как бы сказать он определяется наверное эмпирически чтобы не делать чтоб попадать нужный зазор вот понимаете но вот представьте себе когда вы открываете замок ключом значит да если есть возможность ключ на счет он или не доходит не промежь или или его выходит глубже чем надо тоже не провернешь да вот это сектор он очень такой трудно нащупываемые мы вы можете только эмпирически определить для себя вот я уже два года притягиваешься никак не ну нет вы начали то с другого это не то ну вот поэтому я думаю делайте день перерывы смотри и как пойдет но вам будет нормально спасибо и на есть сейчас просить сказать да скажу у меня . ж было тазобедренный сустав ну вот сейчас теперь коленка сейчас они две за минута там да я думаю что это выстраивание очередное как говорил наталья бехтерева когда болезнь начинает метаться хороший признак ну как бы я наблюдаю мажу конечно но она 3 да да бедра полностью ушло да нет то там то там ну я думаю что это выстраивание то планирует да да ничего не меняется нагрузка не уходит ну как бы ничего не меняется то есть что тут остается остается ждать и делать нормально все хорошо а так практика регулярно ну на это вот у тех кто заниматься йога это ну просто делаешь и смотришь когда-то это все меняется да да меняется и знаете вот сейчас опять такой период казалось бы хоть что-то какое-то понятие должно прийти у меня сейчас наоборот чем глубже в лес тем больше дров то есть мне кажется что вообще как первый раз как и там как какой-то по браку несколько врагов до воина перед второй во враг по вам второй раз это ясность да вот в общем наверно когда до тех думаешь все понятно все не все ну хотя бы хуну много да да тут оказывается раз опять да а смотрите любая любое изменение она к чем сопровождается то есть вот да вот было такое состояние организма не знаю там по правилам аппарате вас было состояние такое ну психоэмоциональное такое да вот она была кота кривая но она была постоянно а потом начать меняться допустим к лучшему а что такое изменение это потеря устойчивости ну да а потеря устойчивости она всегда очень противно да 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 и вот еще антон наверно наш преподаватель ну школы написал на форуме по поводу семинара и по поводу расслабления и я так думаю что раз он написал у него уже опыта там по поводу того что надо не просто выпадать ну вот просто взял и выпало надо работать с вниманием с точками и он кстати попросил поподробнее в какой-то видеозаписи можно сказать об этом мы обсуждали уже бог знает сколько да ну а ну что понятно что обсуждаешь а когда вот человек пишет как же солдат да 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 как знает о чем он говорит и другие понимают ну да и такой и тоже как бы проецируешь эти вопросы на свою практику и думаешь через на чем я до сих пор вообще занималась ну да то есть есть что-то аналогичное конечно конечно но опять же вот пойти тут есть вопрос ну чисто как бы качество информации и вообще обмена информации вот типичный пример допустим да чек как бы читает интернет вот там песня йога это вот та 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 и все понятно чего еще надо но дело того чем вот я например там уже приводил вот допустим вы увлекаетесь кулинарии и увлекаясь кулинарии и вот мы либо то это все такое да у нас опыт такой уже нам значит и вот я говорю допустим а у меня новый рецепт я записал рида переписать и переписывать себе и мы имеем 9 на кого записи одинаковая . бы что же прирост информации нет но вы до этого готовите 10 лет и а 15 лет до это уже понятно что это прибавилось чтобы что было и понимание изменилось это добавило информацию это полезный фронт а если вообще нет не было там 0 она ничего не даст вот это два одинаковых рецепт и маленькая ремарка в тему недавно реклама в фейсбуке типа страницы не на страниц семинар значит известное место не буду говорить какое в москве значит семинар или учеба значит йога нидра умение расслабляться 19 900 за месяц с 20 тысяч рублей и за месяц ты получаешь вообще все я думаю занимаешься занимаешься ходишь ходишь без напряжения да да то есть просто господи да это у нас была же так сана вот его убрал же так сану рогово там да вот и был значит миша свечников я исключил из школы то у нас сейчас в интернете блюда вот йога нидра с целеполаганием да 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 ну зачем это прямо вред еще скажешь я ему еще сказать ну а тут виктор сергеевич зато проще 20 тысяч месяц заплатил и все сразу но они годами и не вы не еще проще там поднятие кундалини 3000 долларов за месяц понятно 2000 долларов за 2 тысячи долларов полгода не вопрос скоро зависит от еще удивительно то что будет потом это же потом ну да поик писал галич перед и ты будешь волков и волков на земле плодить учить их вилять хвостом а то что придется потом платить это что мы потом ну да спасибо но не удивительного спасибо спасибо здрасте расскажите о своих впечатлениях они ну не знаем уже не очень интересная же второй раз всего лишь на материя но я честно говоря был очень поражен это я вообще белый лист бумаги вообще ничего не знаю а что вас поразило вот этот ниндра йога я думаю я прихожу с работой как бы ну как я можно я мог что я могу расслабиться насколько раздел я все время улетал для меня конечно удивительно при вы засыпали или вы поставили спасение словами приходили себя вот так три раза я улетел и не пришел и не вернулся как бы не уходил но как бы не возвращался я ушел и к с концами до участика через два потом уже потому это неправильно но это полезно этого хорошо в два раза я пришел с постой с последними словами но один раз у меня была лекция не смог то есть один раз пропустил и для меня честно говоря это поразительно что так вот это работает на сказать что у меня супруга это увидела где-то такая тоже это же улетела куда-то это было очень так интересно ладно вернуться но пока получается вот у меня вопрос на такое что я с работы прихожу поесть то можно перед этим делом или как так что сильно хочется есть да не хочу знаете что но я могу перри я могу перетерпеть но просто я не знал поэтому поелся знаете что я бы на вашем месте после проще я бы выпил стакан воды или стакан молока если у вас молоко хорошо идет не вызывает идиосинграде и до приставил молока все я питер снимется сделать и не дробил опять появится то есть просто чтобы ну желудочные таскать сок немножко разбавить да ну и вот кстати интересно но это рене так случайность что я один раз пропустил и потом следующую ночь плохо спал а все остальные прекрасно и сегодня по им просто тоже шел как вы с удовольствием сюда а сосном как вообще ну по ситуации много она отправила как бы если ну по сидели они о чем поэтому да так давайте как сюда чтобы вас народ видел расскажите зачем вы здесь зачем вам йога виктор сергеич я пыталась заниматься на фейсбуке йогой удаленно нет ни с вашими ребятами с преподавателем который у вас была на семинарах и в общем она ведет до пермский педагог светлана минькова помогу показать и столкнулась с тем что у меня начала болеть поясница либо я сама как-то слишком напрягалась либо я поняла что в общем это не делаешь что надо идти к вам сложный вопрос был такой гражданин бутылька который пропагнировать на дыхание вот вообще как бы подход идеальный он говорил так что вот если вам стало лучше медика хорошая моя система и сам стало хуже на свете как хреново его применяете все без вариантов не трудно сказать но я думаю что скорее всего вы просто ну силу отсутствия нюансов вы просто перебрали и все ничего больше теперь вопрос как вам попасть и да вы где находитесь вообще живете в москве это приходите занять но я просто заявку попросила но там сейчас они все это не было поэтому я приперлась я понимаю значит есть такое место называть эти располе там работает наш специалист по сайту лёша саханенко с викторией вот и они работают с антоном методс на там они у них сайт довольно стаса объемный он большой вот и к там пытается что-то оптимизировать вырезать это хвосты но трону конструкцию потянул и неизвестно где чего выскочит сейчас у них с регистрация заявок из это там они чё триж поэтому я назад не доходит поэтому он вырос пришли но приходите то есть я могу в следующую субботу прийти к вам с 11 место хватает пока да может благодарю вас да нет а вы меня просто счастливы себя благодарите за то что если нет а чего я пришла просто выяснить вы книжку вообще читали да я в процессе читаю сейчас продать ну давайте следующий раз мы с вами предмета обсудим ваше состояние ваше начало вы представьтесь какой зовут меня зовут ирина я бабушка приехала нянчить внучку в москву к детям поэтому вот сколько вам лет сейчас сейчас 57 ну вот марте будет 58 говорят женщина не знаю трех вещей обычно откуда берется пыль куда деваться деньги сколько лет но я должен спрашивать вас поскольку нам нет необходимо вот хорошо читайте книжку до главы про на яма дальше не надо дальше спецуха и на сейчас можете остаться расслабиться отдохнуть можете идти про как один из если можно осталось еще вопросы по практике вопросов нет расходимся